МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Серьезным вызовом. Этот вызов требует от нас определенной реакции и, главное, единой согласованной позиции. Почти 22 года сохранился режим примирения. Когда он оказался нарушен, к сожалению, тут же, наряду с попытками дать объективные картины происходящего в некоторых средствах массовой информации произошел поток недостоверной информации, то есть определенные круги начали нагнетать атмосферу. Появились фальшивки о присутствии турецких военных на территории Азербайджана, о масштабных военных приготовлениях Баку и тому подобное. Цель этой кампании, понятно, выставить именно Азербайджан единственным дновником и полностью оправдать другую сторону конфликта. Но ведь азербайджанская сторона прозвучала приказ в одностороннем порядке прекращения огня. Это означает, что Азербайджан готов продолжать переговоры для решения многолетней проблемы Гарабаха и международного формата. Сегодня мы, азербайджанцы, завершившиеся, работающие в России, должны проявить ответственные и уважительные отношения к великой стране, в которой мы живем. Нужно помнить, что Российская Федерация – страна договорными обязательствами с Азербайджаном, с Арменией. Ее обострение ситуации вокруг Гарабаха выгодно не одной стране. Что может наша общественность сделать в этих условиях, чтобы укрепить российско-азербайджанские отношения? Прежде всего, понять, поддерживать действия президента Владимира Владимировича Путина, принимающего всевозможные меры для прекращения конфликта в Закавказье. Далее, в рамках наших национальных организаций, разъяснить людям, что военные подрешения споров должны остаться историческим прошлым. Для 21 века он не годится. Особенно тактично и убедительно нужно работать с молодежью, чтобы удержать молодых людей от излишней горященности и проявления патриотических чувств. Нужно понимать, что мы живем в России и обязаны строго следовать ее законам. Но, как гласит азербайджанская пословица, одной рукой в ладони не хлопнешь. Значит, нужно взаимодействовать с представителями армянских национальных организаций в России. Чтобы сообщать, предупредить нежелательные эксцессии в молодежной среде. Опыт такой работы у нас есть. И мы можем обещать, что горабахский эхо в России не прозвучит. Такая позиция азербайджанской диаспоры будет благотворно сказываться на российско-азербайджанских отношениях, станет нашим общим укладом их укрепления. Российские азербайджанцы – это во всех отношениях великолепная сила. Наши позиции должны выражаться в условной поддержке мирных инициатив национального лидера Илхам Алиева и правительства Азербайджана. Мы должны всемирно поддерживать предложения по регулированию конфликта, с которым выступает российский президент Путин. Весь мировой опыт показывает, что тем дальше продолжаются военные действия, тем нечастнее народы, тем глубже в души западают горкие семена ненависти и мести. Это бесплодные семена, порождающие только новые страдания и разрушения.